девочки посылка пришла что-то я выписывала смотрю уже забыла что я выписывала все этот еще что-то полная 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 не подполка, а платье дома лазить такое такое платье летнее под вид футболки почему я его выписывала потому что оно было дешевое так а где цена что-то 8 ойра что ли оно стоило так здесь нету цены теперь только лето надо халат кое-кому я выписывала банный такой халатик на замочке с капюшончиком прикольный такой этот материал нежный хороший с таким замочком поясочком но тоже дешевый был не помню сколько стоил шагов цвет такой приятный в подарок такие две вещички мне пришли я уже и забыла про них завтра покажу как выглядит звание в аэрофлот оказывается на денежки уже пришли музыку пока слушаю вы 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 ли Спасибо большое за ожидание. Уточним информацию по вашему вопросу. От нас лично нельзя получить данное письмо только в офисе. Я поняла. Ну, вы мне говорите, что я... А вот я заявку сделала на электронный ваучер, то бишь этот электронный ваучер я не получу, так как я получила, по идее, деньги уже, да? Ну, написано, что обвозрад был уже совершен. А когда был совершен, вы мне можете сказать точно? Сейчас, минуту, пожалуйста, вставайте на лимит. Сейчас, какого числа деньги они перечислили? Спасибо большое за ожидание. Возрад был совершен 20 октября. 20 октября? Да. Ага, понятно. Значит, мне нужно обратиться в это Райза-бюро. Ладно, спасибо большое. Останут еще у вас какие-то вопросы ко мне? Пока теперь нет. Мне нужно теперь обратиться в это Райза-бюро и... Да. И вернуть свои деньги. Ну, скорее всего, они там. Угу, угу, понятненько. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, спасибо. Всего доброго. Всего доброго, Достаня. Вот так-то, короче. Аэрофлот сказал, что мне денежки вернул. Ну, ладно, будем ехать в Райза-бюро. Гидрит, Мадрид. Ничего не поняла, короче. 20 октября они перечислили деньги. А мне никто не оповестил. Такие вот дела, девочки. Девочки, привет. Приехала только что с Райза-бюро. Райза-бюро Саратон ездила у нас по месту. Вчера слышали. Правда, телефон поздно включила. У меня видео загружалось. И поздно включила телефон, когда звонила в Аэрофлот. Договаривалась насчет билетов своих. То, что должны были улететь. И из-за пандемии не улетели. И дама мне в Аэрофлоте сказала, что якобы мои деньги возвращены в это Райза-бюро. 20 октября. Сегодня у нас 3 ноября уже. Я поехала сегодня. И дяденька мне ясно дал понять, что якобы этих денег ему не приходило. Денюшек нет. Ему нужно письменное подтверждение. Вот как? Они говорят, что они отправили, а он говорит, что ничего не было. Вот как? Кому верить? Кому верить? Вообще, я так понимаю, да? Уже столько лет мы у него клиенты были. И чтобы не потерять свою клиентуру, мне кажется, когда ты берешь у клиентов деньги, ты должен и как-то делать так, чтобы вернуть своих клиентов, добиваться, да, чтобы вернуть эти деньги за билет. Но я сказал, делайте все сами. Мало того, что мы звонили, все сами договаривались, так, теперь еще нужно написать на английском. Им, чтобы они прислали письменное подтверждение ему, чтобы получить эти деньги. Короче, охерели, охерели, что там, что здесь. Будем теперь еще писать. Звонить это недостаточно. Денежки взять взяли. Рейса не было, то бишь полета не было. Оворачивать эти деньги никто не хочет. Вот такие вот дела. Но я так думаю, если бы у меня была свою райзоберу, если бы я хотела не потерять своих клиентов, я бы что-то делала для этого. Человек сидит, тупо нихера не делает. Нихера. Вот чисто на отвали. Когда денежки берем, то все хорошо. А когда такая ситуация получилась, как-то помочь, посодействовать, то все. Приехали. Делайте все сами. Ну и будем теперь все сами делать. Ясно перед, что к тебе уже обращаться никто не будет. Уже сами будем все заказывать, сами будем летать. Чисто по-человечески, блядь, в дни маты. Чисто по-человечески можно было что-то сделать. Ну ладно, я там еще где-то как-то что-то в компьютер залезу. А пожилой человек, он как, что он сделает? Он к тебе и идет за этим, чтобы купить этот билет, улететь, что он сам не может этого сделать. Где-то в другом месте заказать или что? Это капец. Рай заберу саратон, девочки. Вот так туда обращаться. Полный абзац. И главное, мы же идем, не твое берем. Мы хотим свое вернуть, да? Пипец полный. Вот такие вот есть человеки. безответственные какие-то вообще. Я вообще не понимаю, вот как так? Оно же не твое. Как так? Ну, как-то так. Есть такая поговорка. Жадность фраера сгубила. Надо людям же помогать. Тем более, это все было, все операции через тебя выполнены. То бишь, ты их делал. И все. Идите нахер всем. Это называется. Нахер так нахер. Кто из нас еще пойдет нахер? Посмотрим. Будем еще написать туда. Напишем, посмотрим, что получится. Будем следить за этой ситуацией. Ситуэйшн.